Всем Мяса, с вами Павел Мясник, продолжаем играть в блокбол, в карьеру за команду COVID-19. Сейчас у нас уже новые здесь турниры идут, не забавно мы сыграли одна победа в ручью. Сейчас давайте попробуем против вампиров. Все, команда гостей, 1340, бюджет, добавил мелких расходов, нет, спасибо, 160 голубых. Можете подготовить игрока к предстоящему матчу, тренировка, нет, мне это не интересует расходов. Меня больше бы интересовало, конечно, имена игроков, но, к сожалению, уже ничего не подпишешь, не поделаешь, когда уже буду много покупать, тогда я буду имена давать, их пропачивать, да, я у них что-то цена растю. То есть я их качаю, главное, прокачиваю, они еще и цену забирают, все как в жизни, 160, да, грязные, чистые, звездные игроки, неинтересно. Ну, давайте подкупим к судью. Секунду, что дает подход при перемещении на 1 очко, ну, давайте. Так, проход, 120. Дополнительная тренировка, полуросток шек выхватает, девочки, 2-0. Принимал, так, а я, наверное, не сделал, да, подкуп к судью, ну, и да ладно, на результаты, ничего особо нового. Vampire Coast Swedgebucklers против COVID-19. Важнейший матч в истории вселенной, говоря, команды COVID-19, раз просто в этом матче приобрести, да, да ладно, потому что, если они захотелы вкусить лакомый кусочек, они им просто подавятся. Ну, опять поле домашнее, мое. Сразу узнаем. Две игры, походу, предстоит с вампирами в этом сезоне. Посмотрим, как у нас заведет карьера. На самом деле, мне это тоже интересно. Итак, представлено, сейчас закончится. Нас ждет много веселья, потому я надеюсь, вы устроились поудобнее. Ух ты, как же я люблю свою работу. Отсюда прекрасный вид. У этой команды просто нет выхода. Игрокам придется из кожи вон лезть, чтобы хотя бы удержаться на ногах. Ну, да, это точно. Тем более, мы играем против вампиров, я не знаю, но статистики у них, кстати, довольно неплохие по движению и по всему прочему. Даже если со мной сравнивать, как бы, я только силен в броне, а у них статы довольно неплохие. И плюс положение и уровень, 1-2. Ну, как бы, ничего серьезного вроде бы нет. Хорошо, я пинаю мяч. И мы стартуем. Мы стартуем, да. Погодка неплохая. Мяч забросится почти и длинном. Какая жестокость. Подводим игроком. Он стоит на одном месте. Размен 1-1. Эван слабый атакует. Крас Моголс должен подойти сюда. Здесь защищенный фланг мы не оставим, поэтому подведем еще одного. И здесь надо произвести еще размен. Основные силы будут калечить противника тоже вот здесь. Сейчас один тут захотелось. Он отправил вам вниз побеседовать с Астрогранитом. У нас перепасовку, мне это не нравится, поэтому я... Зачем уходить с поля, не дождавшись конца матча? Не думаю, что кто-то спрашивал его мнением. Охренеть, фанаты нас теперь знали. Это гораздо дешевле пластической операции. Так, ну я прожил его на имя. Пришло время хорошей игры. Ну, если я разню с рабами, непокусанные шеей, хорошей игрой, то да. Но не всем нам такое нравится, Джим. Это точно. Тоже, что, Боб, как будто метание слотлингов на дальность чем-то лучше. Хм, да, Джим, по мне точно лучше. Больше крови остается на поле. О, да, Боб. Хм, фанаты запинали футболиста, вот это да. Я, наверное, его не покупал, но фанатов не дать на место нет. И даже просто нельзя уходить. Вовремя, как регенерация сработала. Мет. Иван слабый, гимни. Я знаю, что ты не специалист по анатомии, Боб. Но, а как, по-двоему, можно ли выжить после такого удара? Очень сомневаюсь, чем... Навряд ли, наверное. Вампиры крепкие, ребята. Если бы не кровь по всему лицу, я бы подумал, что он просто прилег отдохнуть. Ха-ха. Он просчитал его ход. Ты хочешь сказать? Сделал из него идиот. Да, вампиры довольно сильные, ребята. Поэтому могут быть некоторые трудности. Подводим основные силы все ближе. Этот правый хук был достоин черного орга. И шо вы, он еще не скоро придет в себя. Согласен. Ну, что тут скажешь? Кровь бьет фонтанов, но нарушений нет. Давай, Реген, сам. У меня один умер. Похоже, между этими звуками какая-то давняя вражда была. Да, аджи. Что-то связанное с оторванными конечностями. Да, это точно. Похоже, этот апперкот пришелся ему не по вкусу. Но все же он его проглотил. Я просчитал его ход. Ты хочешь сказать? Сделал из него идиот. Раггарс, давай. И это называется защита. Вырубили. Меженко. Аккуму в бою делать нечего. Отлично. Раггарс забивает айчдаун. Один покалеченный, один мертв. А у него, по-моему, все в порядке, да? Если не ошибаюсь. Похоже, рядом в Кубке Крови возникают такие вот команды. Как пестрая орда, целый набор криворуких мазин. Да. Нелегко должно быть постоянно тренировать эту кучку неудачников. Разморгал, долголовый, жив. Этот даже был не прокачан, поэтому его особо-то и не жалко на самом деле. Принимаем расстановку. Я в меньшинстве остаюсь. Игроки до своих позиций, и мы начинаем. Вот мяча в игру. Произошел. Опять начинать на ружье. Я запасных не уверен, что с ним делать. Думают, тащит ли носилки или сразу... Вот это удар! Игрок тащит, как судья. Настоящее искусство. Судья пришел. Кажется, рефери увидел что-то неладное в игре этого парня. Да, кто-то вскоре покинет поле. Это очень плохо. Основные силы подлогим теперь на левый фланг. Это очень плохо. Это его гомонит на время. Не дай паспорт ему, да. Да. Гомпиры довольно мощные, ребята. Поэтому нужно быть очень аккуратными. Но пока на левый фланг не стремимся... О, это больно! Хорошо, что его нос скикчет удар. Да, иначе пострадало бы все лицо. Эй, он что, в боксерских перчатках мяч ловит? Похоже на то. Он отобрал мяч в против... А кто близко подойдет? Только стейки соберет. Это его угомонит на время. Да. Он оглушен, но жив. О, да. Еще один точной. Да уж. Похоже, они решили пропасть. Я в минусках, между прочим. Гильдия судей приняла решение нанимать телохранителя для каждой игры. Еще одна гениальная идея. И как же он справится с целой толпой разберенных фанатов? Да, несколько непродумано. Да, несколько непродумано. Видите, у меня теперь игроков меньше. Сейчас кто-то будет купаться в крови. Мне нужно тянуть время, по крайней мере, пока кто-нибудь... Хотя бы чуть-чуть не восстановлюсь. Таких бездавных игроков на поле выводить нельзя. Да, здорово, наверное, вот так играть на поле. Вот кто умеет обращаться с мячом. Среди игроков кубка крови порою попадаются такие неженкие. Джим, он не от комаринового укуса отрубился, а от мощной затрещины по шее. Мне кажется, он поет ему колыбельную. У него появилась веская причина наведаться к врачу. Так, хорошего врача. Отлично, отлично. Оно же этот игрок сделал свой последний вздох. Оно и неудивительно, Боб. Вот его легкие, валяются рядом. Так, как там у противника дела обстоят с командой? У меня минус 3, у него минус 2. А вот и игроки Джим. Как думаешь, перерыва была достаточной, чтобы подлечить их раны? Не думаю, Джим. Некоторым из них нужна, по крайней мере, 6-часовая операция. Да, битва происходит. Я хочу его в руках. Немножение насмерть. Куда ты попиздил? Насходи наоборот. Вот это удар, так удар. Мяч у него. Ммм, если бы не кровь по всему лицу, я бы подумал, что он просто прилег и отдохнуть. Ха-ха. Подманируем их сюда. А, удары этого парня красноречивей любых слов. И его противник сражен этим красноречием на пол... Обязательно считать для них, чтобы убедить кому-то нокаут. В этом случае можно считать хоть до 5000. Это ничего не изменит. Бьем, бьем, бьем. Оттесняем противника. Думаешь, он сможет подняться после такого удара, Джим? О да, он из тех, кто сдаётся. А, можно ещё лежачего бить. Вот так. И вот, наверное, дают нарушение, типа. Джим, хочу задать тебе один вопрос. Какая команда, по данным журналу Спайк, была признана худшей командой всех времён и народов? Ой, страйсенские вампиры. Верно, Джим. И фанаты их за это посадили на колья? Всё верно, Боб. Но в прошлом году они вернулись под руководством нового, высшего вампира, Бракула фон Штрайсена. И вскоре были признаны самыми перспективными. Да, мне кажется, что играть, это конечно. Не нужно хватать мяч, если руки не из того места растут. Кажется, у этого игрока будет сотрясение мозга. А чему там сотрясаться? Там же кот. Начали вам в руках. Ага, и теперь ему нужна поддержка. Пидал. Ну, возможно, ещё бы всё потеряли. Сумели же они сделать этот тачдал? Как по мне, это было чистое везение. Но пускай и не докажут, что я ошибаюсь. Пусть докажут, да. Пусть докажут. Да, в меньшинстве, по-моему, у нас не выгодно играть. Хотя, вроде бы, и сравнение с командой остается ещё. И ещё и летать умеет, а в ахрена никто на бегает. Вот, может быть, мне объяснить. Такая техническая ошибка может стоить победой. Они уже могут начинать атаку. Сначала оттесняем врагов. Ах, от такого может быть сотрясение мозга. Ты так говоришь, сложно там есть чему сотрясаться. Так, заманиваем постепенно сюда. Ну, что тут сказать? Кровь пьёт фонтаном, но нарушений нет. Потихоньку продвинёмся вперёд. А это что? Простым языком печать на черепе. Через центр. Центр оттесняем. Это точно. Так, они меня обходят с флангом. Это проблема, потому что у меня все основные силы здесь. Да, незабываемая зрелища бога. Отлично. Подерегли бы силы напоминной вечеринки, вместо того, чтобы тратить их на тачдауны, которые уже ничего не измерят. Точно. Кстати, о вечеринке. Я уже собираюсь. Да подожди, ещё не конец. Так, они не мешают вообще говорить, на самом деле. Их фразы изъезжены. Вот в истории единственное, там были некоторые слова, которых не было. Было бы интересно слушать. Что вампирские команды пытались пользоваться флаконами и фляжками, чтобы утолять жажду крови прямо на поле. Но это всё время заканчивалось одинаково. Всякий раз, когда они попадали на блок или подкарь, сосуд разбивался. Точно, Джим. Помню, в 2481 году грагенские графы встречались с темнолескими бронекопытами. Только игру тогда пришлось остановить, потому что минотавры вместе с вампирами весь второй тайм пытались выпить кровь, разлитую по полю. О да, я хорошо помню ту игру, Боб. Вот тогда они и стали выставлять на поле рабов. Такие сосуды почти не бьются. Рабов. А, ну да, тут есть команды типа... Похоже на то. Да, есть тут такие команды, которые, наоборот, реально... Думаешь, он сможет подняться после такого удара джим? О да, он не из тех, кто сдаётся. Армистр, видимо, долго судил эльфийский кубок крови. Боряйший толчок, он норовит вмешать. Что? Не может быть. Только не красная карточка. Да, успокойся, это только зелёная. Ты что, Антоник? Ещё один? То есть, что? Похоже, они настроены просто разгромить соперников. Это точно. Это, по-моему, большой рук, да? Да, вроде-то он. Прокачиваешь большой рукой. Ах, ку**ть у меня команда, бля. Ампири оказались не такими слабыми, как я предполагал. Но после этого матча я, по идее, должен стать немножечко посильнее. В атаку! Не бей меня, не бей меня, не бей меня, ой. О, извините, это у меня старый рефлекс, когда слышу свисток. Он перехватил мяч, даже не напрягайся. Внимание, он может спринт подрубить. Нужно его здесь схватить. И не давай, не проваливаться, ебану ты ты, что ли, блядь, долбовер. Похоже, между этими двумя какая-то давняя вражда была. Да, Джим, что-то связанное с оторванными конечностями. Ах, ку**ть у меня разматывает. Фу, слизь, боль, гниющая плоть, и ведь кому-то все это нравится, Боб. Вставай, вставай, вставай. Ты еще про запах вспомни, Джим. И верно, с тем, что я помнил, а то я эту вонь, смерть и разложение, как ты раньше, и не замечал. А теперь, конечно, они победят, но они что-то пытаются сделать. Так, ну, а могли бы забить. Могли бы они не станут. Ну, он поет ему колыбельную. Давай, давай, давай. Они почти урили. Чувствую, будет тачдаун. Да. Просто волшеба. Великолепный тачдаун. Большой рук. Наилучший тачдаун в этом матче. Суперсверх тачдаун. Большой рук красава. Да, если все мутации прокачать будет, парень, нормально. Еще с начала матча, противники им даже дернуться не давали. И те лишь беспомощно противились натиску. Когда всю игру лишь гоняешься за мечом, но так и не можешь его поймать, на победу и не рассчитывай. Да, я это знал еще в детском саду. Ну, хотя бы одному не стыдно будет смотреть в зеркало после матча. Да, он стал лучшим игроком сегодня, но не смог помешать противнику забрать награду. Они всю игру провели на половине противника. Да, а вот те, по-моему, и не выбирались за середину в этом матче. Топинг можно найти где угодно. Везде! А они даже не умудрились запастись им для сегодняшней игры. Куда же катится спорт? Всегда уважал судей, которые придерживаются правил и не боятся удалять игроков. Твоя отца он начнет уже, когда его схватят болельщики. Так, так, хорошо. Сейчас заменим мертвого игрока. Далее матч побежден. Конечно, игроков 10. Иван Прокоп. Иван Прокоп, давай-ка мы с тобой посмотрим. Медвека, что ли, разве мне не хватает? Или я только его и могу купить? Подожди, блядь. Мне что за имя сперва твоё? Извините, Иван Бурак. Давайте, где-то мы Иван Прокоп. А вот первое размещение можно не напимать, а потом уже походу не нужно. Насколько я понял. Так, Иван Прокоп. Давайте их назовем так, чтобы потом я мог ориентироваться. Это будет долбоё. А, так, долбоёк, кастанизация, но это не сильно влияет на самом деле. Пойдёт, так, долбоёк есть. Книль Нургла, локтый длиной, поджойной шлем. Всё, всё нормально нормально. Три персонажа у меня. Прокучались. Моровик. Выбрать наук. Общий блок сдержанно без университет. Университет. Когок есть. Большая рука. Надо щупальцем примерно. Рогарс. Рогарс. Рогарс будет щупальцем. Потом. Гутигрус тоже моровик. Выбрать лавок или ловкость. Плюс один. Давай ловкость. Хутигрус. Да, ловкость игрока, но всегда повышается. Это интересно, что такая возможность появилась. Так, давайте будем так. Всё-таки хвост. Длинные ноги. Рога, дополнительная рука. Мяский вид у него уже есть. Хорошо. Длинные ноги. Савчик-гнильвик. Большая рука. Длинные ноги. Карл большой фанат номер один. Прекрасно. Прокачивается постепенно. Я надеюсь, что контракт с ним можно будет и продлевать. Теперь у меня есть Карл большой фанат. И Рогарс. В принципе, одни из самых таких перспективных драков. Хорошо. Качать их, видимо, дальше. Поэтому пока покупать нет никого смысла. Но вообще... Мне, в принципе, всех пока что хватает. Отклады надо тоже платить. Поэтому на это нужно будет ещё заработать. И это будет в будущем. А пока всем спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник. До новых встреч. И до пребудет самого нас.